Приветствую! Ну все, случилось. Зеленский подписал закон 93-42. Это тот самый закон, который многих мужчин оставил без отсрочки. Речь идет о тех мужчинах, у которых была отсрочка в связи с инвалидностью жены, в связи с инвалидностью родителей, в связи с инвалидностью родителей жены. Более подробно я это освещал в своем предпоследнем видео. Ссылочка на него будет в описании к этому ролику. Там вы можете ознакомиться с тем, у кого все-таки эта отсрочка еще осталась. Потому что есть определенные условия и есть определенная часть мужчин, которые сохранят отсрочку, несмотря на закон 93-42. Здесь же мы поговорим о том, что делать тем, кто потерял отсрочку и у кого есть риск пойти в армию и при этом оставить в одиночестве тех родственников, за которыми они осуществляли уход. Перед тем, как мы разберемся с этим вопросом, хочу пригласить вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к этому ролику. Там вы будете получать полезную информацию гораздо в больших объемах, чем на ютубе и гораздо более оперативно. А теперь, друзья, на что нужно нам обратить внимание? Обратить внимание нужно нам на 10-й абзац части 1-й ст. 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Давайте его посмотрим, что же там сказано. А сказано там следующее, что право на отсрочку имеют люди, заняті постійным доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своими чи дружини чоловіка, які за висновку медико-соціально-экспертной комиссии чи лікарско-консультативной комиссии Закладу охороны здоровья потребуют постійного догляду. Почему я акцентирую внимание на этот пункт? Потому что пока вас еще не призвали, у вас есть время сейчас оформить постоянный уход за своими родственниками, чтобы не оказалось так, что вас призовут, эти родственники останутся в одиночестве. Потому что мы понимаем, что есть разные жизненные обстоятельства. Есть дети, которые не общаются с родителями много лет, уехали за границу, все, и они не приедут сюда, они не будут ухаживать за этими родителями. И, соответственно, они могут остаться в одиночестве без той помощи, которая им нужна. И вот для того, чтобы обеспечить сейчас эту помощь, вам нужно оформить уход. Как это можно сделать? Есть, по сути, ну два способа, даже я бы сказал три, три способа, которые до сегодняшнего дня работали. Способ номер один. Поскольку все эти родственники первой линии, то может быть вам достаточно и по меньшей мере пока было достаточно получения заключения ЛКК о том, что человек нуждается в уходе. Как его получить? Вы обращаетесь к семейному врачу, либо к лечащему врачу, и он направляет вас на ЛКК. Ну, не вас, а того человека, у которого есть инвалидность. И, соответственно, если он действительно по состоянию здоровья нуждается в уходе, то ЛКК выносит соответствующее решение, и у вас будет документ, подтверждающий это. И пока на сегодняшний день практика складывалась таким образом, что если человек приходил в ТЦК ИСП с заключением ЛКК о том, что, например, его маме нужен постоянный уход, и при этом приносил еще свидетельство о рождении, то этих двух документов было достаточно для того, чтобы, собственно говоря, получить отсрочку. Это первый самый простой минимум, да, самый простой способ и самый минимум документов. Второй способ, он чуть посложнее, и он, скажем так, проверен практикой, но при этом не предусмотрен законодательно. Мы говорим о том, чтобы, ну вот первый этап остается такой же, то есть вы идете к семейнику, ЛКК, получаете заключение, а дальше обращаетесь в управление социальной защиты населения в том районе, где проживаете фактически, ну и где мама, соответственно, проживает или папа, или супруга, и получаете акт встановления факту здесь ныне догляду. Да, это именно тот акт про догляд, который необходим для выезда из Украины в определенных случаях. Да, он не предусмотрен законом, как документ, подтверждающий осуществление ухода, но при этом мы имеем достаточно большое количество случаев, когда люди, обращаясь в ТЦК ЕСП, обращаясь в военкомат с просьбой предоставить отсрочку и предоставляя свидетельство о рождении, например, заключение ЛКК и вот этот акт, они получали отсрочку. То есть ТЦК ЕСП рассматривал вот этот акт как документ, подтверждающий то, что человек осуществляет уход. Ну и третий, третий самый сложный способ, он, безусловно, не для всех, потому что для того, чтобы воспользоваться этим способом, нужно, чтобы средний доход на семью составлял там две с половиной тысячи гривен с копейками. Соответственно, вот если у вас получается так, что, например, один человек в семье работает на минималку, да, есть ребенок, есть супруга, которая не работает, в принципе, вы уже можете рассчитывать на получение компенсации. То есть третий вариант это оформление компенсации, которая как выплата идет от государства за осуществление ухода за, соответственно, там супругой, родителем, родителями жены. И вот если вы получите эту компенсацию, ну вот это самый такой сложный, но железобетонный вариант, который подтверждает железобетонно уже, что действительно вы, именно вы, никто кроме вас осуществляет уход за этим человеком. Чтобы получить эту компенсацию, оформить эту компенсацию, нужно также обращаться в управление социальной защиты населения и, собственно говоря, через них это все оформлять. И вот этот третий вариант, это, ну, наилучший. Если вы его можете сделать, то обязательно делайте. Несмотря на то, что этот вариант самый долгий, да, он больше всего по времени длится, но, тем не менее, это наилучший вариант. И если вы оформите компенсацию, то вы можете быть уверенным уже в том, что вас точно не призовут и, соответственно, человек, за которым вы осуществляете уход, не останется без этого ухода. Друзья, наверное, на этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, задавайте их в телеграм-канале и, соответственно, буду стараться на все на них отвечать. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.